В школах завершился учебный год. Вопускники сдают экзамены и готовятся к поступлению в колледжи и университеты. За бюджетные места в них будут бороться бывшие ученики сельских и городских школ. Мы решили узнать о псковичей. У кого из них больше шансов при поступлении? И какая школа дает больше знаний? Сельская или городская? Думаю, что современный уровень технологий позволяет и в сельской школе давать достаточно нормальный уровень знаний. Ну и к тому же необходимо принимать во внимание, что сейчас очень мотивированные и очень хорошо учителя, которые, я думаю, самотверженно могут трудиться и в городе, и в деревню тоже. То есть, в принципе, как бы уровень может быть вполне... Я думаю, что да, современные технологии это позволяют. Ну, так как я сама педагог, понятно, что я попробую ответить с профессиональной точки зрения. Конечно, наверное, в городской школе это может быть чуть побольше, да, то есть посильнее знания. И это связано с тем, что в городской школе немножко больше возможностей, чем в сельской. Но здесь все зависит от учителя. И в сельской школе может быть учитель, мастер своего дела, профессионал, который даст точно такие же знания, как и в городской школе. Мне кажется, в сельских. А почему? Ну, ученики там лучше стремятся к учебе, чем в городе. Это во-первых. Вот. А во-вторых? Ну, мне кажется, что учителя там ответственнее ко всему относятся. А почему, скажем так, вы так предполагаете? Ну, как бы из села побыстрее выбраться или другая какая-то мотивация? Ну, не только. Я как бы жил в селе, так скажем, да. Я знаю, как это все делается. И какая у них программа, я тоже смотрел. У них очень сложная программа. Ну, я сама из поселка городского типа, из Дедович. И я скажу, что у нас образование было очень хорошее. То есть я со псковским образованием сравнить не могу. Но даже мы учились в институте все из районов. И я не скажу, что там кто-то был умнее, кто-то был глупее. То есть все на уровне. То есть разные школы, разные районы. Преимущественно Псковская область, да. И получается, что все на уровне. Слушай, ну, мне кажется, равнозначно все. В наше время-то везде одинаковая база, везде одинаковая подача. В принципе, разница-то нелега. Ну, тут двояко. Смотря какая сельская школа. Потому что некоторые сельские школы отличаются тем, что там учителя очень заинтересованы в учениках. И детей мало. И поэтому им удается уделить больше времени каждому ученику. А в городах тоже, как бы, тоже двояко мнение. Если, допустим, в школе мало учеников, да, ну, то есть классы не переполнены, то как бы нормально. А если переполнены или, допустим, две смены, то есть учитель физически устает, и он просто не может достаточное количество времени уделить, понимаете. И какие-то, может быть, знания могут быть с пробелами. Ну, вы знаете, я давным-давно школу закончил. Сейчас не могу вам сказать. Не знаю, какие образования. Думаю, зависит от преподавателя, в первую очередь. То есть фактор там на местности, он, как бы, меньше. Возможно, в центральных районах и в крупных городах, конечно, больше возможностей предоставить ученику информацию. Но я думаю, не это главное. Ну, это важно, но не самое главное. Городских. А почему? Потому что здесь больше возможностей. То есть в каких-то там технических, понимаете, или в библиотеке? Ну, во всем, да, библиотеке, там, и все такое. Как бы, и учителей больше здесь, и школ больше, чем в деревнях. Я думаю, здесь больше мотивация внутри самого ученика. Вот, он может и в сельской школе достаточно хорошо подготовиться. Все-таки большая ответственность лежит на ученике подготовки к поступлению в УЗА, чем на учителях. Шансы абсолютно одинаковые. Это зависит от подготовки ребенка. Если он сам нацелен, если он сам готовится, то неважно, в какой он школе учится, он в любом случае поступит. Мне кажется, шансы у них одинаковые. Вот. Но одним труднее, а другим полегче. А кому труднее и чему? Мне кажется, городским труднее. Ну, потому что, понимаете, в городе развлечений много. Половина молодежи просто не до учебы. Вот просто вот. А сельским ребятам, детям, что им делать? Ну, конечно, соответственно, у них мозг учебы забит, и все. Я думаю, что это не зависит. Все-таки сейчас же берут больше по ЕГЭ, результатам ЕГЭ. И тут вопрос в том, что насколько ученик сам готов постараться ради своего. Ну, и, конечно, от учителя тоже много зависит. Вот у меня свекровь учитель. И это тоже от учителя очень много зависит. Насколько она мотивирует своих учеников на достигательство и высший вал. Но все-таки, я думаю, тут не имеет значения школа сельская, городская. Или, может, даже кто-то с Питера приедет в Опсков поступить, и может даже и он не поступить со своими баллами. Тут нужно смотреть, если требует прописка, то у городских. Если не требует, то тоже равнозначно. Все открыто, все доступно. Берешь интернет, берешь, обучаешься. Опять-таки, я повторюсь, зависит все от преподавателя. То есть это не зависит от того, сельская школа или городская школа. Все зависит от учителя, то есть от его нагрузки. От места проживания совсем вообще не зависит. Мне трудно сказать. Я думаю, зависит от самого ученика. Сейчас же его ЕГЭ нивелировало, насколько я так понимаю, все нюансы поступления. Если у тебя хороший балл, ты имеешь шанс попасть в любое учебное заведение. Городских. А почему городские? Потому что у них здесь больше образования, они получают, согласитесь. Образование здесь больше, чем в деревне, согласитесь.